Настройка ЧПУ. Плагин Курта Лад. Итак, в этом видео тоже полезный плагин, но спорный момент. 50 на 50, то есть 50% он необходим, 50% мы можем избежать дополнительные плагины. Это относится к одному из уроков, когда я вам говорил, что в записи нам придется менять ссылку, если у нас заголовок на русском языке. Вы помните, если вы хотите, чтобы автоматически у вас менялся заголовок, то мы используем плагин. Итак, плагины добавить новый, называется он Курта Лад, в поиске находим, вот он здесь. Нажимаем установить, далее активировать. У данного плагина есть настройки, но мы там ничего трогать не будем. И давайте посмотрим, как это работает. Перейду в запись. Вот смотрите, «Привет, мир!» Запись. Видим, что на русском. Давайте посмотрим. Постоянная ссылка. Обновить. После обновления, вот вы сами видите, автоматически у нас меняется «Привет, мир!». То есть, что происходит? Вам придется в каждую созданную запись зайти в те записи, которые у вас были добавлены на WordPress до установки плагина. То есть, автоматически данный плагин не переименует ваши ссылки все. Нужно зайти в запись и нажать «Обновить». После этого только применится вот этот автоматический переход ссылки. И теперь, если я перейду в «Привет, мир!», здесь у нас теперь правильная ссылка. Не забудьте то же самое сделать для страниц. «О нас!» вы видите. Давайте проверим, как работает для страниц. Перейду в «О нас!». Вижу ссылку, нажму просто «Обновить страницу». Все переименовалось. Естественно, для создания новых страниц и новых записей, после того, как ваш плагин уже установлен, активирован, уже в автоматическом режиме, вы об этом не думайте. У вас алиасы будут переименовываться. Крайне полезный плагин, на мой взгляд, моя рекомендация – установить обязательно данный плагин. Также данный плагин у вас находится в настройках. Вот он. На этом урок закончен, и увидимся в следующем видео.